МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакин. Сегодня выпуски. Жители города Сарань и поселка Ахта замерзают в своих квартирах. Возмущенные люди заявляют, что батареи в квартирах стали еще холоднее. Жители улицы Новоселова выступают за переименование в улицу имени Жанглажа Батыра. Карагандинцы хотят дать своей улице имя народного героя. Карагандинские студенты-медики создали мягкий экзоскелет для людей с ограниченными возможностями. В медицинской академии прошел первый этап проекта ТОМ-Казахстан. Жители Карагандинской области жалуются на качество тепла. Возмущенные люди уверяют, что батареи в квартирах стали еще холоднее. Такая ситуация наблюдается в городе Сарань и поселке Актаз. Сейчас многие жители просто вынуждены покидать свое жилье. В городе Сарань отопительный сезон стартовал еще на прошлой неделе. Тепло начало поступать в детские сады, больницы и другие соцучреждения. Массовый пуск тепла в жилые дома начался вчера. Однако жители микрорайона 1А уверяют, что батареи так и не потеплели. На качество тепла жалуются. И жители поселка Актаз. Здесь отопление в некоторые дома дали еще 29 сентября. Вот только жители все так же греются обогревателями. В квартирах невозможно находиться, потому некоторые вынуждены покидать свои квадратные метры. У нас, например, в данном случае однокомната. Мы вот ее накочегарим. Ну, градусов 22, наверное, так поддерживается. А если без, то там вообще, например, в кухне дверь закрыта, когда вообще холодно очень. Местные чиновники заверили, что тепло поступило во все многоэтажки, кроме одной. Дом номер 5 не успели подсоединить к новой котельной. Сейчас необходимые работы уже завершаются. Около 70 квартир получат тепло уже ночью. У нас произошел запуск новой котельной. Многие дома теперь будут отапливаться котельной Нурлыжол. Однако один дом мы не успели подключить. Но до вечера мы планируем завершить работу и подать тепло. А вот в Саране пообещали устранить проблему к концу недели. Стоит отметить, что к центральной системе отопления не подключены около 100 домов. Однако специалисты решать проблему не собираются, потому что для постройки новой котельной нужен земельный участок. Мирамгуль Салкимбаева, Жасон Макулбеков, Андрей Тимофеев. Первый Карагандинский. Жители Карагандинской улицы Новоселова с 2014 года выступают за переименование в улицу имени Жангужа Батыра. Свои предложения и собранные документы инициаторы предоставили в соответствующие государственные органы. Были проведены общественные слушания, на которых большинство поддержало предложение об изменении названия. Но вот уже три года никаких изменений нет. Группа местных жителей уже несколько лет добиваются переименования улицы Новоселов. Они говорят, что это название не имеет исторической ценности. К тому же оно давно идеологически устарело. Гости Караганды, которые приезжают на железнодорожный или автовокзал, попадают сразу на эту улицу. Было бы хорошо дать этой улице имя Жангужа Батыра, который всю свою жизнь боролся за сохранение целостности казахской земли, считают местные жители. Есть улица хрустальная, стеклянная, заборная. Сколько это может продолжаться? Где наши батыры, поэты? 25 лет, как получили независимость. Пришло время. Мы не просим имя наших предков. Мы просим имя человека, который действительно это заслуживает. После того, как жители выступили с предложением о переименовании, были проведены общественные слушания с участием депутатов городского Маслихата. 51 человек из 69 поддержали переименование улицы в честь Жангужа Батыра. Официальный протокол с результатом слушаний был передан в соответствующий государственный орган. Я вот как житель этого города, этой улицы, я с удовольствием, я очень рад, что вот эта память возрождается о всех героях, которые жили здесь, отдавали силы, здоровье, жизни. Я только за, чтобы герои Казахстана были, как говорится, всегда в памяти нашего народа, всех народов. Инициаторы переименования утверждают, что другим жителям не придется тратить деньги и время на изготовление новых документов. Активисты готовы сами понести финансовые издержки, чтобы переименование не отразилось на городском бюджете. Жители улицы не против переименования, но некоторые думают, что нужно будет тратить деньги на переделку документов, табличек. Но это будет не из их кармана. Есть соответствующий государственный орган. Даже если государства не будут этим заниматься, я могу сказать от имени всех, что мы готовы на себя взять эти расходы. Адельхан Талас – юрист, но он уже давно изучает историю Жан-Гожи Батыра. Работает с историческими документами. По его словам, Жан-Гожи Нурмухамедула с 17 лет воевал против хивинского и куканского ханств, которые хотели завладеть казахской территорией. До 86 лет он сражался за независимость и целостность казахских земель. Возглавлял национально-освободительные движения против колониальной политики Российской империи. Всю свою жизнь посвятил борьбе за родину. В народе был известен своей справедливостью и мудростью. Именно поэтому увековечивание этой личности имеет большой воспитательный смысл для будущего поколения. Он пример для подражания. Жизнь Жан-Гожи Батыра – это образец служения народу. Если улице дать его имя, то многие начнут интересоваться историей Жан-Гожи Батыра. А это немаловажно. В городском отделе культуры и развития языков заявляют, что работы по переименованию было временно приостановлено в связи с мораторием, который был объявлен в 2015 году. Но сегодня мероприятия по увековечению памяти Жан-Гожи Батыра будут продолжены. На сегодняшний день к нам поступило письмо от администрации президента об увековечении имени Жан-Гожи Батыра. Поэтому письму ведется работа. И в данный момент мы рассматриваем вариант дать имя Батыра одной из улиц Караганды, которые имеют устаревшие идеологические названия. Данный вопрос внесен на рассмотрение общественного совета. Стоит отметить, что в 2014 году в честь 240-летнего юбилея Жан-Гожи Нурмухаметулы пограничную заставу на казахстанско-узбекской границе переименовали в честь народного героя. Кроме того, во многих городах есть улицы, названные именем Жан-Гожи Батыра, установлены памятники. Среди таких городов – Астана и Алматы. Активисты с улицы Новоселов надеются, что в скором времени и Караганда появится в этом списке. Гульнур Жакен, Андрей Тенжа, Сулан Маклубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Двое безработных украли игровой автомат из магазина в Шахтинске. И лишь бдительные продавцы соседних магазинов помешали злоумышленникам погрузить автомат в машину. Они пытались скрыться на автомашине «Лада Приора», но были задержаны подоспевшими полицейскими. Задержанные оказались нигде не работающими жителями Караганды и поселка Каражал. Одному из них 39 лет, другому 24. Владелец игрового автомата ценил ущерб в 400 тысяч тенге. Стоит также отметить, что статус таких автоматов в Казахстане до сих пор не определен. Владельцы предпочитают их называть лотерейными терминалами. В ходе оперативно-радостных мероприятий сотрудниками полиции по горячим следам задержан трое жителей города Караганды. На сегодняшний день по данному факту возбуждено уголовное дело по статье попыток грабежа. Как грабежа проводится расследование, обстоятельства выясняются. Переход казахского алфавита на латинскую графику обсудили филологи, краеведы и архивисты. Областное управление развития языков провело круглый стол на тему научно-технической документации в Казахстане на латинице с 1929 по 1940 годы. Различные акты, проекты и прочая техническая документация 30-х годов на казахском языке с использованием латинской графики представлена на импровизированной выставке. Экспонаты предоставлены областным управлением культуры, архивов и документации. Сегодня в Карагандинской области, как и по всей республике, идет активное обсуждение перехода казахского языка на латинскую графику. Участники круглого стола сошлись во мнении, что опыт использования латиницы почти 100 лет назад можно с успехом применить сегодня. Что касается восприятия нового алфавита, то на него с легкостью перейдет молодежь, заявляют филологи. Этот вопрос – дело времени. Тем не менее, в 1929 по 40-е годы казахский алфавит был уже основан на латинской графике. Опыт есть. И я полагаю, что с течением времени молодежь, нынешняя молодежь нашего суверененного Казахстана безболезненно примет переход на латиницу казахского алфавита. И этот процесс будет решен в ближайшее время. Участники круглого стола высказывали различные мнения по поводу структуры казахской латиницы. Одни выступали за использование деграфов, другие – за введение дополнительных знаков. Но все были едины в том, что латиница казахскому языку необходима. Андрей Тент, Олеген Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Карагандинские студенты-медики создали мягкий экзокскелет для людей с ограниченными возможностями. В прошлом году в Павлодаре впервые в Казахстане прошел социальный мейкатон. Участники разрабатывали приспособления для людей с особыми потребностями. Победителями первого мейкатона стали карагандинские студенты-медики. Настала очередь в Караганде принимать эстафету. В прошедшую субботу в Медицинской академии и прошел первый этап проекта «ТОМ Казахстан». Все подробности у Сергея Высокосова. «ТОМ» означает «меняющий мир». Это глобальное движение по улучшению качества жизни людей с особенными потребностями, которое постепенно охватывает весь земной шар. Целью проекта является создание прототипов, удобных в использовании, простых в изготовлении и доступных по цене приспособлений, направленных на организацию полноценной жизни людей с ограниченными возможностями. Только в Карагандинской области проживает около 64 тысяч инвалидов. Это мероприятие посвящено социальной реабилитации и социализации людей с ограниченными возможностями в обществе путем научной разработки прототипов для реализации жизненно важных функций. Сегодняшнее мероприятие подтверждает реализацию программной статьи президента Республики Азнаджу Танапича «ТОМ Казахстан» в взгляд будущего модернизации общественного сознания. Участниками проекта являются студенты, преподаватели, медики, инженеры, робототехники, АйТи и другие специалисты со всего Казахстана. Я считаю, что это просто женщины, которые делают у студента анеки, то есть у человека, который анекденит, который обучается за правдой, который сознание на себя не может поменять, и который не будет лечиться. Первый этап проекта «ТОМ Казахстан» завершился созданием творческих групп и выяснением нужд людей с ограниченными возможностями. Начинается подготовка ко второму этапу. Именно тогда начнется реализация идей в прототипы. В 72-часовом марафоне новаторы будут работать в режиме нон-стоп. Проект реализуется ассоциацией друзей Тель-Авивского университета в Республике Казахстан в партнерстве с Акиматом Карагодинской области и при поддержке Карагодинского государственного медицинского университета. Ассоциация друзей Тель-Авивского университета в Казахстане занимается развитием предпринимательского образования и социальными инновациями. Одна из таких социальных инноваций – это как раз таки есть «Мейкатон ТОМ Казахстан». Что такое «Мейкатон»? Это марафон, на котором мейкеры со всего Казахстана помогают людям с ограниченными возможностями, а именно делают прототипы, которые могут облегчить их бытовую жизнь. «Мейкатрон. Изменяющий жизнь» впервые прошел этим летом в Казахстане. Победители марафона студенты Карагодинского государственного медицинского университета подарили специальный костюм жительнице Павлодара, которая 10 лет не ходила после инсульта. Своё изобретение авторы намерены доработать и запатентовать. Половина материала была найдена в аптеке. Банально это были обычные бандажи, которые студенты модернизировали, перешили по-своему. Данное время Валентина – это наш геновер, пациентка, которая перенесла инсульт, после этого 10 лет находилась в инвалидном кресле, была прикована. Мы с помощью нашего костюма смогли её поднять. В данное время она проходит реабилитацию и постепенно уже она реабилитируется и может ходить самостоятельно. Простота и цена мягкого экзоскелета просто поражают. Он может стать доступным для множества обездвиженных людей. Экзоскелет карагандинских студентов признан лучшим на первом казахстанском марафоне. Сейчас проводятся испытания. Подобные проекты реализуются с 2014 года в США, Аргентине, Великобритании, Израиле и многих других странах. Первый проект «Том» в Казахстане и на территории СНГ был реализован нынешним летом в Павлодаре. Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 90 палуанов собрались в Жизказгане для участия в традиционном турнире по национальной казахской борьбе, посвященном памяти генерал-майора милиции Мурата Курманова. Участники представили 21 команду из всех структурных подразделений Департамента внутренних дел Карагандинской области. Генерал-майор милиции Мурат Курманов – ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный работник МВД СССР, первый руководитель ОВД Жизказганской области. Турнир по национальной казахской борьбе в его честь проводится в четвертый раз. В нынешних состязаниях принимает участие 90 спортсменов, которые представляют 21 команду из всех структурных подразделений Департамента внутренних дел. На торжественной церемонии открытия было отмечено, что это соревнование имеет большое воспитательное значение, в первую очередь для молодых сотрудников. При нем первому начальнику ОВД Жизказганской области был заложен фундамент всех успехов по предупреждению и противодействию преступности в регионе, укреплению авторитетной милиции среди населения. Активный участник Великой Отечественной войны, дослужившийся до звания генерала милиции, Мурат Курманович посвятил всю свою жизнь служению людям, борьбе с преступностью и воспитанию молодого поколения. Вы, спортсмены, образец подлинного подражания для своих сверстников, молодого поколения и взрослого населения казахстанцев. Желаю вам крепкого здоровья и побед. Выступавшие отметили, что истинного сотрудника полиции отличают хорошая физическая форма и выносливость. Турнир в очередной раз показал высокий уровень спортивной подготовки, стражи порядка, их боевой задор. Владение основными приемами борьбы имеет большое значение в работе сотрудников силовых структур, особенно в задержании преступников. Победители турнира награждены медалями и ценными призами. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Три победы из четырех. Таков результат выездной серии игр хоккейного клуба «Сараркан». 7 октября в китайском городе Цилинь провели матч с местным клубом Ценгтоу. Встреча завершилась со счетом 2-4 в пользу карагандинской дружины. Хоккейный клуб китайского города Цилинь с названием Ценгтоу – это еще один новичок регионального чемпионата высшей хоккейной лиги. Однако, несмотря на то, что клуб китайский, представлен он в основном российскими легионерами. И если в Харбине «Сарарка» потерпел поражение, то в Цилине карагандинские хоккеисты просто разорвали соперника. На второй минуте матча Илья Антоновский открыл счет. Через три минуты игрового времени Станислав Альшевский удвоил счет – 0-2. Хозяева всеми силами пытались ответить, устраивая жесткий прессинг в зоне «Сарарки». На седьмой минуте им это удалось. Денис Камаев сумел забросить первую шайбу в ворота карагандинцев. Но уже под занавес первого периода Айрат Зиязов приносит нашей команде третью шайбу. После первого периода – 1-3. Во второй двадцатиминутке Даниил Ердаков еще больше увеличил разрыв – 1-4. И лишь в третьем игровом отрезке игроку китайской дружине Альберту Полинину удалось забросить в ворота карагандинцев вторую шайбу. Итог встречи – 2-4 в пользу «Сарарки». Таким образом, из выездной серии карагандинские хоккеисты привозят 9 очков, обеспечивая себе шестое место в турнирной таблице. Следующий матч «Сарарка» проведет на своем поле 12 октября. Соперником выступит клуб «Нефтяник» из Алметьевска. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский. Предприятие «Караганды-Су» распространило информацию об отключении воды. 10 и 11 октября жителям микрорайонов «Восток-5», «Голубые пруды», «Новый город», «Юго-Восток», «Михайловки», а также поселка «Актаз» рекомендуют иметь двухсуточный запас питьевой воды. Это связано с тем, что «Караганды-Су» намерена проводить работы по воду в эксплуатацию участка водовода. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Амансово Волгстер. Редактор субтитров А.Семкин